Всем привет! С вами Таро-психолог Татьяна. Я записываю это видео специально для канала Светлана Вида. Я рассказываю в своих видео о том, как современные психологи используют Таро в своей практике. Сегодня я приготовила для вас еще одно интересное упражнение с картами Таро. Но мы попробуем с вами выяснить, что препятствует вам достижению ваших целей. Есть у меня какая-то цель, в которой я планомерно иду, я работаю, я стараюсь, я вроде бы все правильно делаю, я прикладываю какие-то усилия, а цель никак не приближается ко мне, и я не приближаюсь к ней. В чем причина, мне вообще непонятно. Давайте попробуем разобраться в этом при помощи Таро. Пороемся у нас в подсознании, так сказать. В подсознании, напоминаю, находится то, что нам непонятно, незаметно, чего мы не знаем или чего мы вообще не знаем, но упрячем. Сегодня я буду работать с классической колодой Райдера Вида. Я выложу вам три варианта. Поэтому подумайте сейчас о своей цели, которой вы планомерно движетесь, но никак достичь ее не можете, и спросите карты, что препятствует или что мешает мне достичь желаемой цели, что мешает мне получить желаемое. Я выложу варианты. Их будет три. Раз, два, три. Задав этот вопрос картам, пожалуйста, обратитесь к своей интуиции. И интуитивно выберите одну, что мне мешает достичь поставленной цели или получить желаемое. Вам вариант ближе. Вариант номер один, вариант номер два и вариант номер три. Потому что вы уже выбрали. Давайте вскроимся. Десяточка жезлов и восьмерочка мечей. Рассказываю подробно про каждого. Вариант номер один. Здесь, ребят, карта говорит о том, что есть возвращение к какому-то негативному опыту прошлого. То есть вот что-то было в прошлом, что у меня не получилось. И теперь там в подсознании сидит вот этот, так сказать, сигнал, который мне говорит, ну что ты там горячишься, что ты там стараешься, у тебя тогда не получилось и сейчас не получится. Вот какая-то неудача в прошлом, в которую вы постоянно мысленно возвращаетесь и которая дает вам настрой эмоциональный на проигрыш, да, на то, что не получится и сейчас. Вариант два. Десятка жезлов. Те, кто выбрал вариант два. Ребят, задумайтесь, а не слишком ли много вы на себя взяли? Не слишком ли тяжело вам это все нести? Это может быть и куча обязанностей, и куча дел, и я все хочу успеть, и я одна все на себе или один все на себе тащу. От этого я устал. От того, что я устал, я начинаю делать какие-то ошибки. Из-за того, что я начинаю делать ошибки, я начинаю себя за миг винить, что вот я такой, вот не справляюсь я, не получается у меня. Разгрузите себя, выбрасывайте там этих палок, хотя бы несколько, и увидите, как облегчится ваш путь, и вы тогда к своей цели дойдете гораздо быстрее. Подумайте об этом те, кто выбрал вариант два. И вариант номер три у нас восьмерочка вечерей. Ну, здесь карта говорит о каких-то сомнениях в себе, неверия в себя. А вдруг я начну это делать, и у меня не получится. А вдруг это вообще я не хочу это делать, вдруг я совершу ошибку, меня там наругают, или я себя потом еще заругаю. А вдруг я начну это делать, зачем мне это начинать делать, если все равно это я не закончу. То есть постоянные какие-то сомнения, которые не дают вам получить желаемое. Потому что я не вижу, я ничего не делаю, сама себя связала, еще и забором каким-то огородила. То есть подумайте о том, почему вам страшно, почему вы в себе сомневаетесь, почему вы в себя не верите. И тогда, возможно, вот эти заборы откроются, руки развяжутся и глаза открываются. Я всем желаю преодоления препятствий на пути к своим целям. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, помогают ли вам мои упражнения, заставляют ли они вас о чем-то задумываться. И я буду делать их вам гораздо, для вас их гораздо больше. Всем прекрасного дня. Всего доброго. Ваша Татьяна. Субтитры создавал DimaTorzok